Первый заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого округа Сергей Михайлов рассказал журналистам региональных СМИ о том, как обстоят дела с окружным бюджетом и стоит ли потуже затягивать ПСА. По словам представителя финансового блока, бюджет ожидает серьезное секвестирование по отраслям. Бюджет 2020 года формировался с учетом цены на нефть 57 долларов за баррель. Курс доллара при этом ожидали порядка 65 рублей. На сегодняшний день ситуация изменилась. Доллар вырос, нефть упала в цене. Но спустя некоторое время цены начали расти. К слову, сейчас нефть марки Юрл стоит на рынке порядка 35 долларов за баррель. По прогнозам, рассчитанным управлением финансов, выпадение расходов из окружного бюджета составит 2,9 миллиардов рублей. И чтобы ситуация не отразилась коренным образом на жителях региона, решено было расставить приоритеты. Первым этапом были расставлены приоритеты и по снятию лимитов, пока не денег, а лимитов, порядка 1,2 миллиарда. И вот сегодня мы готовим на сессию очередную, раз налоговая уже подтверждает снятие, падение доходов до 1,2 миллиарда. И мы готовим, согласно распоряжению губернатора, также на снятие данных расходов. Таким образом, финансовая политика региона направлена на сохранение социальных гарантий жителям Ненецкого округа. Надо отметить, что в приоритетное направление выделена и так называемая однопроцентная ипотека. Итак, по прогнозам экспертов, из доходов бюджета выпадает 2,9 миллиардов рублей. Это поступление различного уровня. Если детально, то 1,8 миллиардов рублей ненецкий бюджет недополучит от Харьягинского СРП. Порядка 800 миллионов – это налог на прибыль, и 200 миллионов – это НДФЛ и прочие налоги. Надо понимать, что это 2,9 миллиарда выпадения доходов от запланированных на 2020 год. А если мы сравним с доходами 2019 года, то изначально, когда планировали бюджет, уже разница между 2019 годом фактическими расходами и запланированными доходами на 2020 год – 3,2 миллиарда рублей. То есть 3,2 – разница, плюс прогнозируемое Департаментом финансов выпадение доходов 2,9 миллиардов. Вот все вместе, порядка 6 миллиардов – это разница между доходами 2019 годом и 2020 годом. Как сказали в Департаменте финансов, все объекты, по которым уже были проведены торги и заключены контракты, получат продолжение. Те, по которым процедуры еще не начаты, перенесены на неопределенный срок. В помощь бюджету кредитования. Когда мы формировали бюджет 2020 года, мы доходы ставили порядка 17,2 миллиарда рублей. Это те доходы, которые подтверждены, которые были запланированы. А расходы мы ставили 20,4 миллиардов. То есть это дельта, это разница. Это и есть те заведомо запланированные кредиты. То есть мы изначально, то есть у нас есть уже заключенные контракты, плюс мы планируем дополнительно заключать контракты с коммерческими банками. Надо отмечить, что сейчас специалисты оптимизируют бюджет в сторону сохранения социальной гарантии, но в то же время с 1 июля часть финансовых обязательств может остаться нереализованной. У нас с 1 июля действительно сложности есть. Действительно, у нас по ряду выплат, даже не выплат, а финансирования, допустим, у нас заложено только до 1 июля субсидии юридическим лицам. Это на выпадающие доходы. То есть это действительно есть. У нас до 1 июля заложены коммунальные платежи. То есть не весь бюджет, но ряд выплат действительно до 1 июля. Прогнозов скорого восстановления региональной экономики в финансовом блоке делать пока не решаются. Секвестирование окружного бюджета – это лишь первый этап оптимизации, во время которого необходимо искать новые возможности финансирования. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.